Всем привет, мои хорошие! С вами Геймили. И сегодня у нас с вами Мукпанк. Это для меня завтрак. Хотя время сейчас уже 12. Я встала рано, но почему-то как-то неправильно распределила время. Как только встала, начала смотреть видео из дома 2, из паблика. И, в общем, так получилось, что искупалась, накрасилась, освободилась я только к 12. Печальненько, конечно. Я всегда себя ругаю, стараюсь быть более дисциплинированной. Но если у моего любимого блогера вышло какое-то новое видео, но я не могу, мне надо посмотреть. У нас что сегодня? Это бутерброды из кабачковой икры. Рецепт будет внизу, вы можете перейти и приготовить тоже. 2 яйца, так скажем, глазок, но один получился удачно, другой не очень удачно. Огурчик, кукурузка моя любимая, 3 сосиски, перчик, помидорка, и так далее. Соевый соус. Забыла отметить. В общем, как вы видите, глазок у меня получился так себе. На завтрак я люблю яйца. Вообще, в любых проявлениях яйца я люблю. Есть продукты, которые я не очень люблю. Вот часто в комментариях мне пишут, Айка, давай плов, давай плов. Ну, не люблю я, ребята, плов. Хотя, есть узбекский плов. Я вам закупка продуктов на неделю говорила, вот эти сосиски консультантка меня прям уговорила их взять, говорит, очень вкусные. Теперь пробую. Обалдеть. Очень вкусно. Ребят, вы меня извините, я прям буду руками кушать. Вчера вечером поздно легла. Снимали с мамой видео. Я все-таки считаю, что я не на 100% отдаюсь своему любимому делу. Я хочу поднажать на Истидею из Фати и еще что-то. В общем, я хочу отдаваться своему делу на все 100%, стараться и так далее. Айка, тебя когда-нибудь подкалывали из-за того, что ты снимаешь макбанки? Да. Часто сталкиваюсь с этим. Часто, например, спрашивают родственники. Немножко даже смеются в том плане, что что это за формат? Вот что это такое? Сидишь, кушаешь и разговариваешь. Мне просто хочется сказать таким людям, ребят, вы через 5-6 лет поймете, что это такое. До вас еще не дошло, что такое мукбанг, что такое АСМР и так далее. Я понимаю, что некоторым может не нравиться, но откровенно высмеивать я считаю, что никто не имеет права никого высмеять. как же вкусно, ребята. то ли я очень голодная, то ли это божественно просто. Иногда люди обижают других людей, даже не задумываясь об этом. мне не нравятся подруги, которые в шутку могут оскорбить друг друга. шутку. Типа у нас такие шутки. Честно, я не воспринимаю такие шутки вообще. Я не люблю, когда подруга давит на самое больное и ссылается на то, что это просто дружба. Мы когда ходили на занятия, мы ходили на историю, и там были две девочки, и я была просто в шоке от их поведения. Самое главное, что обеих устраивал этот формат дружбы. Одна могла оскорбить другую прям при учительнице, прям при всех. вторая тоже в свою очередь оскорбляла эту подругу. Я считаю, что дружба это прежде всего уважение. Я один раз очень очень ярко накрасила брови. Пришла в универ, и первая, кто это заметил, это моя лучшая подруга, начала угорать надо мной, что Айка что-то сделал со своими бровями. Прям при всех. И после этого я начала замечать, что многие начали придираться к моему макияжу. То есть, можно подумать, там все прям визажисты учились на нашем отделении, но нет. Я как бы никого не трогаю. То, однако, там подколет, что Айка, у тебя стрелки разные. То другая опять, говорит, брови нарисовала черным маркером. и все начинается после того, как твоя лучшая подруга тебя при всех унизила. По ее словам, это всего лишь шутка. Все посмеялись над тобой. Как круто, какая интересная шутка. Слушайте, не знаю, этот формат дружбы мне вообще не подходит. я ненавижу таких людей, которые шутят, унижают чье-то достоинство и при этом пытаются как-то выделиться в коллективе, что вот, посмотрите, какая я крутая, я ее вот так вот обозвала, и как смешно получилось. сначала я терпела, потом я начала просто отвечать. Отвечать недостатком на недостаток. Возможно, я как-то не очень красиво крашусь, но ты тоже жирная, извини меня, да, или а ты вообще прыщавая. Я хотя бы просто не умею краситься. То есть, я начинала отвечать грубо и жестко тем людям, которые высмеивают меня и просто сидят и смеются. Когда я отвечала прям еще жестче, человек просто затыкался и в следующий раз уже думал, прежде чем сказать какую-то глупость в мою сторону. Я думаю, что если сейчас бы я бы училась в универе, у меня был бы такой канал, то многие бы начали, не знаю, прикалываться, еще что-то. Знаете, иногда бывают милые шутки, не злые. Шутка как бы и тебя не обидеть, просто пошутить. например, в строительной компании, в которой я работала до этой компании. Там был парень каждый раз, когда мы шли в буфет, в столовую, так скажем, кушать. Он всегда прикалывался, что Айка бесплатно не кушает. Он подходил ко мне и говорил, Айка, вот ты сейчас кушаешь, можно я засниму тебя и закину в YouTube, заработаю денюжку. Вот. И это реально было просто смешно, мило, и как бы без издевок, просто какой-то прикол. А когда тебя целенаправленно пытаются как-то унизить, это, конечно, раздражает. Или, например, когда я перевелась в азербайджанскую школу, конечно, я новенькая и так далее. И все, внимание парней на меня. И тут, короче, началась такая агрессия со стороны девочек. Ты ведешь себя неправильно, ты слишком ярко красишься. Я учусь в 11 классе, как хочу, так и крашусь. Последний, кого я спрошу, это нашу старосту. Меня раздражали вот эти нравоучения. одно дело тебе делает замечание классный руководитель, а другое дело просто одноклассница подходит к тебе и говорит, знаешь, а ты как-то ярко красишься для 11 класса. я на самом деле немножко была в шоке. представьте, представьте, что я закончила 9 классов в России, там девочки красились очень даже ярко, в 9 классе уже полноценный макияж, укладка, стильно одета, хорошо пахнет, перевелась в эту школу. здесь, значит, две косы у девочек, школьная форма, ни грамма макияжа, нету лака на ногтях, просто как будто 4 класс России, здесь 11 класс. и, естественно, мне было тяжело реабилитироваться. и, естественно, огурчики очень вкусный здесь много уксуса у меня сначала это бесило мне нравилось именно мамины огурчики сейчас настолько полюбился этот вкус уксуса что это нечто жалко что в ютубе нельзя рассказать прям все из своей жизни ты опять же начинаешь задумываться о том что кто-то не так тебя поймет кто-то начнет тебя обвинять я пришла в десятом классе в новую школу там была девочка и я начала как бы с ней общаться все вокруг от меня как будто отвернулись после того как я начала с ней общаться я-то откуда знаю что за девочка потом мне мальчики начали рассказывать моменты из ее биографии что это плохая девочка есть я буду дружить с ней то все будут про меня говорить то же самое что говорят про нее тогда я не понимала почему я не могу дружить с тем с кем я хочу какая у меня разница какая у нее репутация и так далее заранее извиняюсь за перемотку я все это делаю во благо чтобы видео можно было посмотреть не потратив слишком много времени на этом все сказать что я прямо наелась честно нет не наелась но было очень вкусно если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал может быть для вас это мелочь для меня безумно приятно я вас всех очень сильно люблю с вами лайк эмили всем